Если бы я хотела рассказать о планете людей Я рассказала бы о тишине, которая падает на тебя Когда ты стоишь в одиночестве посреди степи Со стрелой, уже дрожащей на тетеве В кого ты выпустишь её? Лучник Хана с правом на первый выстрел Когда он родился, его звали по-другому Тимур Таким было имя в самом начале Позже добавились остальные Тимур Ибн Тагарай Барлас Тимур Гулян Куранг Великий эмир, усмиритель Золотой Орды Тимур Лян Тумерлан Изначально это было оскорблением По стыдным прозвищам Железной хромой Вот что оно значило В одном из сражений стрела угодила ему в ногу И навсегда сделала хромым Это было нехорошо Чего хотел сын мелкого землевладельца, ставший великим эмиром? Кто знает? Он брал отряд солдат и превращал его в небобедимую армию Говорят, что он завоевал и умыл кровью земли от Индии до Кавказия Он брал кусок бирюзы и превращал его в город И над этим городом всегда были золотые звезды и голубое небо Он брал слово и превращал его в справедливый, но жестокий закон Он брал в руки камень И оставлял его на вершине холма, когда отправлялся на битву А возвращаясь с битвы, забирал камень Точно так же делал каждый воин в его армии И тогда он видел, сколько камней осталось на этом холме Сколько людей осталось в этой земле Потому что люди — это важно Двенадцать лет он так сильно любил свою первую жену Что даже скрываясь от врагов, осаждённом в Самарканде Навещал её каждую ночь Потому что дни без неё не имели смысла Её смерть изменила Тимура Он говорил Нет близости, кроме как в истине И нет мира, кроме как в согласии Перед собственной смертью Он попросил не хоронить себя в центре великолепного мавзолея Это самое значимое место Он велел отдать своему учителю Суфию и духовному человеку А себя, великого эмира, приказал упокоить у его ног Потому что так правильно Потому что душа прежде тела Когда Тамерлан умер Он обнаружил себя В одиночестве На краю бескрайней степи Окутанный тишиной, словно пурпуром и горностая И там лучник хана с правом на первый выстрел Понял Последнее Важное В этой степи Не в кого было больше стрелять Кроме себя самого И Господа Бога Режь меня без ножа Белая госпожа Я не могу дышать Лунная госпожа Движется не спеша Вот мой последний шаг В ониксовый мешок Ты растили на шаг Я замедляю бех Я рассыпаю смех Ты растили на шаг Я замедляю бех Это приходится Или приходит смерть Или смеется Бог Ах, цеплится бирюза Я не посмел сказать Мила, не забудьте меня Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Режь меня без ножа, белая госпожа Тот, кто ползкая, будет живее меня Ты разделила шок, но ждет меня самаркант Ониксовый мешок с урами по бокам Я ухожу домой, преданный хромой Я ухожу домой, преданный Режь меня без ножа, белая госпожа Я не могу дышать, лунная госпожа Режь меня без ножа, белая госпожа Я не могу дышать, лунная госпожа Режь меня без ножа, белая госпожа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова